Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мир и согласие – пожалуй, основы существования любого государства. Не будь одной составляющей, не будет и другой. И только вместе две эти половинки и сильны. Высокие цели Казахстана, о котором, безусловно, стремится вся страна, обязательно будут достигнуты. Их и закрепили в патриотическом акте Менгалек-Ель. А что вам, уважаемые казахстанцы, известно об этом документе и что для вас сильная нация – нация единого будущего? Все, что касается этого акта, что это легло в основу идеи сообщества национальности и народности людей-казахстанцев, в Казахстане, не называющие мы-казахстанцы, связано с Менгалек-Ель. Каждый из нас вносит в культуру народа, мы-казахстанцы, народ же, вносит в свою лепту. И это как красивый ковер. То есть каждый узор каждой культуры, он делает его более прекрасным. Это стратегическое направление нашего государства, это выбор нашего мудрого главы политика. Это направлено на объединение, на созидание, на достижение благосостояния людьми. Самое главное – это уверенность в будущем, это возможность каждому народу проявлять себя, изучать свою культуру, сохранять свои традиции. Менгалек-Ель – это стратегия, которая должна объединить весь народ. А когда народ вместе, он большая сила. Сильная нация, я считаю, что это должна быть знающая нация, потому что знания, они всегда давали любому человеку продвижение вперед. Патриотический акт – это Менгалек-Ель. Это значит, в Казахстане очень много народу. Всех объединить, всем дружно жить. Это стратегия на будущее, чтобы все жили счастливо. Сильная нация – это когда каждая нация сильная, когда каждая нация знает все, когда уважает каждую нацию. Патриотический акт был принят в начале года. Он нацеливает на дальнейшее формирование гражданской нации в Казахстане. Сильная нация – это нация с сильной идентичностью. То есть это нация, которая способна сплотиться для решения каких-то задач. И ведь не даром сила, мощь народа в единстве. Только единая нация, объединенная одной общей идеей, и способна достичь цели, прийти к конечному результату. А как, по-вашему, к чему должен стремиться весь казахстанский народ? Он должен стремиться к тому, чтобы ни при каких условиях не был нарушен баланс межнационального, межэтнического, межрелигиозного согласия. Это обязательное условие. Казахстанский народ стремится... Ну, есть такое слово – толерантность. То есть приятие других. И дружба между народами. И эта дружба, она обогащает каждую национальную группу, которая живет в Казахстане. Я считаю, что это самое главное богатство. Казахстанский народ должен стремиться к единству, к дружбе, развивать патриотизм, любить друг друга и, самое главное, нашего главу государства. Казахстанский народ должен стремиться, в первую очередь, жить дружно. Казахстанский народ должен стремиться к единству, к формированию сильной идентичности, быть единым. Брликпар, жерде Трликпар. Минуя кризисы и порой в сильнейшие шторма, корабль «Казахстан» уверенно прошел испытания. Впереди новые горизонты. Не могу не сказать о том, что все, что в государстве делается, все успехи наши, они достигнуты благодаря стабильности, спокойствию и дружбе более ста этнических групп в нашей стране. История Казахстана, история казахов говорит о том, что мы пропустили через себя многие культуры мира, мы привыкли к этому, мы адаптировались, мы такая идентичная нация. Поэтому создать казахстанскую нацию, всеми, кто у нас живет, это прекрасная цель. Рост показателей, благосостояния, самосознания, да и самого общества, достижения не только экономических, но и духовных целей. В гармоничном обществе, объединенном одной большой идеей. Уверенности вам и достижения целей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова